приветствую друзья вот мне там предложили компактно доступно еще раз формулировать что такое метод ключ метод ключ это принципы и правила подбора действий синхронных текущему состоянию человека в момент когда он это делает но он может это сделать до того и у него будет профилактика стрессовых состояний а во время стрессового состояния может вспомнить что он делал и у него сразу снизится стресс если говорить компактно и понятно то метод ключ это использование инстинктивных бессознательных действий человека которые он и сам спонтанно тело и для того чтобы снять стресс когда решает какую-то волнующую задачу а еще понятнее если говорить компактно это индикатор напряжение потому что стресс это напряжение по определению силе это индикатор напряжения это регулятор напряжения и направитель напряжения потому что можно с помощью самоиндикации состояния по индикатору напряжения от 10 до 0 0 это будет Это будет штиль, это будет безмолвие, тишина, отсутствие внутреннего диалога, это глубинное душевное равновесие, безмятежность, а шторм это будет 10, это страх, это боль, там может быть неуверенность, смятение ума. Ну вот, когда человек сам себя идентифицирует по этой шкале, на самом деле на основе биологически обратных связей по принципу биокибернетики, когда он это делает виртуально для себя, на уровне сознания, то естественно у него и в организме все меняется. Ну там в методе ключа все это расписано, рассказано, на ликбезах бесплатных у нас все это есть, объясняется. А здесь я просто коротко повторяю, потому что попросили это объяснить. Кроме этого, смотрите, новичок, если попал сейчас сюда к нам, что такое ключ, он может посмотреть это, что новые приемы, там есть на ютуб канале, на главной странице плейлиста, есть бесплатные ликбезы, плейлист, да, для новичка там есть плейлист, ну это все есть. Поэтому сейчас у нас период, когда мы переходим именно к обучению молодых людей, любознательных людей, потому что только любознательные становятся великими, все остальные становятся исполнительными. Да, и внимание там, где внимание, там и сознание. Я хочу сейчас сказать в одном слове, коротко, быстро и понятно, что многих людей, которые знакомились с ключом, очень смущает. Включаясь в очень большой недостаток, условно говоря, это очень быстрое получение желаемого сброса лишнего напряжения. Очень простым способом, потому что, когда человек подбирает действия сихронные текущему состоянию, и у него вдруг снимается стресс, и он вдруг вспоминает себя таким естественным, каким он бывает обычно, и каким был в детстве. Когда у него было и времени много, и долгов не было, и ответственность была по неже, когда он игрался, например, на солнышке лежал, мечтал. Вдруг он таким становится, и он это не оценивает. Потому что мозг так устроен, что он начинает реагировать только на то, когда тело чем-то обеспокоено, но болит. Потому что там начинаются затраты энергии для согласования несогласованных систем, органов, организмов, деятельности. Это очень интересный момент, и у меня есть научная теория, которую я создал несколько лет назад, энергоэкономика личности. На что уходит наша энергия? Во-первых, наша энергия уходит на преодоление себя, на подневольное выполнение каких-то действий, потому что они не соответствуют нашему текущему состоянию, нашей мотивации, нашим способностям, то есть нашей генетике. И нам приходится так напрягаться, чтобы выполнять эту несоответствующую работу. Вот там мы рабы. А там, где мы занимаемся любимым делом, ну там хоть и муки есть творчество, но и кайф творчества. Это очень важный момент, муки и кайф творчества. Потому что там, в любимом деле, ты, когда занимаешься чем-то, поиском, или неповторимости мазка, или там неповторимого звука, создавая музыку, или неповторимо слово, ты всё-таки напрягаешься. Вот Пушкин, например, когда создавал свои произведения, в момент вот этого зависания, которое иногда бывает, снимал лишнее напряжение одним из приёмов ключа. Но он просто не знал, что это приём ключа, он делал это неосознанно. Он автоматически, автоматически делал то, что рисовал он там свои портретики и женские головки. Да, Агата Кристи, как я говорил, чтобы вот не застаиваться продолжать фантазировать в своих детективах, в этот момент зависания она мыла посуду. То есть она делала повторяемые движения. Поэтому, когда я там рассказываю, всем показываю, как мы инстинктивно снимаем стресс, то на самом деле ничего нового человек там вдруг не обнаруживает, и поэтому это не ценит. Слишком просто. Слишком просто, слишком быстро, и человек, который привык со школы учиться по шаговому такому достижению, ну, однажды мне собрались, когда психологи МЧС у меня были на занятии, я им показал, как за пять минут снимается стресс, и потом одна из психологов говорит, а, и всё? А я говорю, а что? Я это имел в виду, что человек сам творец, ему главное стресс снять, потому что в стрессе есть момент, бей-бей, там агрессия, там спрятаться, потом там вот это вот, как бы уйти в позу эмбриона, в застывании, там в этом безмятежном состоянии, когда вы ушли от проблемы, как страус засунул голову в песок. Да, ну, и всё, говорит, а я имел в виду, что у человека есть только проблема какая? Он творец по природе, если он занимается любимым делом, совпадающим с ним, у него всё получается, хоть мухи и кайф творчества, как я сказал. Но вопрос заключается в том, что быстро слишком, а люди-то привыкли, что надо поэтапно, пошагово, степ-бай-степ, и она мне тогда и спросила, и всё, и это так просто, а мы же знаем, что есть серьёзные методы. А я тогда задал вопрос, внимание, а как вы думаете, я спросив группу, когда к вам приходит человек, как к психологу, с чем он хочет уйти в результате? Ну, они подумали-подумали и говорят, ну, вот мы с ним работаем, и в конечном счёте достигаем результата, он уходит от нас, может, через несколько дней после встреч, после курсов, после года, может быть, может быть, после пяти дней, но это уже второй вопрос. Он уходит от нас тем, что у него голова проясняется, он увереннее в себе и знает, как решать свои проблемы. Я говорю, а сейчас, вот я вам за несколько минут показал, как это делается, это то же самое или нет? Они говорят, да. Я говорю, зачем тогда ему месяц к вам ходить? Вот же в чём дело. Недостатком является скорость ключа, скорость и высокая эффективность, и поэтому она за счёт этой скорости и простоты, потому что я там чётко, ясно объяснил, что если вы подбираете действия с синхронной текущему состоянию в моменте, а подбираете по критерию, такому самому простому, который просто из-за своей простоты в голову не приходит, подбирайте те действия, которые вам легче всего делать, это первое, к чему люди не привыкли. Второе, которое хочется продолжать. Ну а почему хочется продолжать? Потому что они снимают напряжение, и человеку не хочется оттуда выходить. Вот, например, у меня здесь был, я рассказывал в одном ролике, один бизнесмен, он, значит, там делал лыжника, это ему не подошло, тогда он стал делать шалтай-болтай, это ему тоже не подошло, тогда он стал делать дирижирование, и вдруг запал, и делает, и делает, и говорит, слушайте, мне оттуда выходить не хочется. Так вот, а потом он сел и говорит, я вспомнил, я же в детстве, мечтал быть дирижёр. Вы представляете, он нашёл действия с синхронной текущему состоянию, а для этого я в синхрогимнастике крочь, там, кто не видел, посмотрите 5 минут, которые изменят жизнь на YouTube-канале синхрогимнастика, метод Ключ, Хаса Алиев, но именно там, где, на моём канале, потому что десятки каналов берут без спроса, и там вешают свои рекламы, а вы поймёте, там, где я, ну, мой канал, метод Ключ, Хаса Алиев. Так вот, дело в том, что просто-просто, и поэтому люди привыкли к шаблону вот такому, что всё должно быть степ-бай-степ, всё должно быть трудно, трудно. Вы знаете, иногда мне писали раньше, когда ещё не были ознакомлены с моими книгами, не читали, не смотрели YouTube много лет назад, иногда писали, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, поэтому, типа, я не верю в этот метод, слишком просто, что-то, наверное, за этим есть. Друзья, за этим есть, что вы открываете себя, как творец, а вы не привыкли к тому, что вы творец, вы привыкли, что творец кто-то. У вас и есть, вы художник, вы актёр, вы писатель, вы композитор, вы режиссёр, вы психолог сам себе, если вы знаете метод ключ. Потому что, если психолог обычно, традиционно подбирает слова, с помощью которых с вами разговаривают, то в методе ключ подбирает действие. И самое главное, чего нету в мире, и к чему люди пока ещё не привыкли, потому что не оценили по достоинству, что сам подбор действий путём принципа ключа, путём перебора, по критерию минимальных усилий, максимальной скорости, автоматизации и эффективности, сам процесс подбора открывает творческое мышление, развивает креативность мозга, сам подбор этих приёмов. А если вы нашли действие синхронное в вашем состоянии, вы снимаете стресс. Так что можно регулировать своё состояние от шторма мысли и неуверенности, от страха и ужаса, в себе, до состояния глубинной безмятежности, когда даже и мыслей нет. Вот это состояние безмятежности можно получить и повторяемым действием, например, при молитве, например, при танце рок-н-ролл после него, или при вибрационных методиках, при разных техниках, которых в методе ключ миллион. Но вам не нужно всё это делать. Зачем? Вам нужно просто подбирать по принципу ключа, принципам подбора, путём перебора, то действие, которое самое для вас простое, самое лёгкое, и которое хочется продолжать. Вот этих критериев никогда в мире, ни в какой книге, ни в каком Ютубе и не было. До встречи, друзья! Продолжение следует... Продолжение следует...